Здравствуйте, уважаемые зрители Артик ТВ. Смотрите программу «Открытая студия». Мы продолжаем разговор о капитальных ремонтах. Я еще раз напомню, что экспертами у нас выступает исполняющий обязанности генерального директора фонда капремонтов Мурманской области Владимир Киселев. А также я рада приветствовать начальника отдела капитальных ремонтов Артура Гудлина. Здравствуйте. Товарищи или лучше господа, не знаю как. Давайте поговорим о платежной дисциплине. Я знаю, что это в том числе и ваша головная боль. Как операторы регионального масштаба в стране идет такое некое соцсоревнование, в каком регионе программа лучше выполняется, где люди лучше сбрасываются. Это все-таки общий котел, мало кто выбрал себе спецсчета. И, наверное, это связано в том числе с имиджем, который формирует фонд. То есть мы должны видеть качественно отремонтированные дома, поменьше, значит, узнавать о каких-то недоделках. То есть это платежная дисциплина, в том числе это результат вашей, там, нашей работы. Да, сообща. Значит, скажите, пожалуйста, как обстоят дела? Значит, в этом табеле о рангах какое мы место занимаем? Насколько северяне сознательны? Тем более, в принципе, мы же все готовимся всегда к переезду. У нас чемоданное настроение, это удивительно, да, что мы сбрасываемся на капремон. Ну, сейчас в табеле о рангах мы немножечко потеряли позиции. А кто рванул? Рванули те, у кого была низкая собираемость в начале, потому что за счет погашения задолженности прошлых периодов у них в текущем периоде... То есть это магия цифр. Но, в принципе, я так понимаю, вы стабильно показываете какой-то результат. У нас идет стабильный рост собираемости. То есть на полпроцента, на один процент у нас все время рост идет. Есть, конечно, сезонные колебания, когда летом люди уезжают, собираемость снижается, к Новому году она растет. Но это сезонные колебания, которые не отменяют того факта, что собираемость все время растет. Хорошо. А с чем вы связываете? Люди поверили, что капремонты нужны, они увидели результаты. Люди считают, что это на фоне остальных коммунальных платежей не настолько большой платеж. Мы же получаем веером платежки. Там очень скромная сумма. В принципе, ничего страшного. Я понимаю, что тут сложилось... У нас просто культура такая. Тут сразу несколько факторов, все, какие вы сказали. Но основное это то, что собственники поверили, что фонд капремонта действительно полезная организация. И мы занимаемся полезным делом. Потому что раньше основной мотив неплатежей было, что это за фонд капремонта. Придумали какой-то непонятный фонд. То есть вы стали узнаваемы, люди поняли, чем вы занимаетесь. Мы уже сделали достаточно много домов капитально, отремонтировали. То есть люди это видят, особенно в небольших городах, где все на виду. Поэтому я думаю, основной момент это то, что люди в нас поверили. Есть еще, конечно, и разные собственники несознательные. Особенно беспокоит ситуация с теми собственниками, которым мы написали письма с просьбой сообщить о себе информацию. Это в основном юридические лица. Давайте об этом поподробнее. Я так понимаю, что те, кто платит уже исправно фонд капремонта, должны быть заинтересованы, что платили они не в одиночестве. А желательно, чтобы их соседи сбрасывались, и тем более коммерсанты, которые занимают площади немалые в этом доме. И, конечно же, было бы интересно узнать, насколько исправно платит тот же муниципалитет за муниципальные какие-то помещения, которые сдают в аренду, или они стоят пустущими. Давайте по порядку. То есть что у нас с населением, что у нас с юридическими лицами, и что у нас с муниципалитетами. Кто у нас лучше платит? Лучше всего платят муниципалитеты, они самые организованные. Не могу сказать, что они платят регулярно, потому что это связано с финансированием. То есть в начале года похуже платят, в конце года практически все на 100%. А можно у вас там сводные таблицы? Я так понимаю, что вы тоже ведете некий табель, у вас есть отличники, серединичные двойки. Кто у вас... Хорошо, нет, вы сами, наверное, быстрее разберетесь. Но муниципалитеты, администрации муниципалитетов, они... Все неплохо платят. Все неплохо. Да. Это стопроцентная собираемость у нас... Ну, как видите, почти у всех. В Верхнедуломском, в Кельдинстрою. Надо же. Ну, много у кого стопроцентная собираемость. Тут можно вот в Териберске сказать, что низкая собираемость в Зареченске, низкая собираемость чуть больше 60%. У остальных у всех 90% и выше. То есть собираемость хорошая. Про население вы еще спрашивали, да? Население примерно 80% собираемость. Это общая собираемость не за текущий период, а за весь период. Если говорить за текущий период, то собираемость где-то в районе 85%. У нас были месяцы, вот декабрь, январь, собираемость по некоторым муниципалитетам, по населению была больше 100%. То есть люди гасили свои предыдущие долги. А кто же у нас тогда портит-то картину? Вы упомянули, что это несознательные товарищи. Я так понимаю, почему-то вы грешите в сторону бизнесменов, называя их юрлицей, да? Это вот фирмы, фирмочки, которые в жилом фонде расквартировались. Да, есть юридические лица, которые заключили договор, есть, которые просто оплачивают квитанции, такие же, как все получают. А есть юридические лица, которые и договор не заключают, и квитанции не оплачивают. То есть вы так вот автоматически их не можете вычислить? Они должны добровольно прийти, сдаться и сказать, что мы такие-то, я не знаю. К сожалению, сейчас это общая проблема по стране. Росреестр информацию не дает, и кроме как, пользуясь там услугами управляющей компании, собственниками, мы других источников не имеем. То есть мы всем юридическим лицам направили письма. Подождите, я правильно понимаю, что на подъездах могут появиться объявления, где-то уважаемые жители такого-то дома. Просьба сообщить, если в вашем доме есть парикмахерская или, я не знаю, закусочная, рюмочная, фонд компремонта, что... Да, могут быть такие объявления, но сейчас мы ведем... Предлагайте их раскулачить. Сейчас мы ведем работу с управляющими компаниями, потому что на данный момент это эффективнее, чем если про какую-то парикмахерскую нам начнут все собственники дома звонить, говорить. И даже если мы будем знать, что там эта парикмахерская есть, нам все равно нужны правоустанавливающие документы. А с управляющими компаниями, с некоторыми, у нас достаточно хорошее сотрудничество налажено. Они выборочно по домам предоставляют информацию. Есть еще такой информационный ресурс, очень полезный, к сожалению, он пока на 100% не заработал. Это ГИС ЖКХ, наверняка слышали его. Да, слышали, но не пользовались. Ну, потому что пока что не все поставщики информации предоставляют туда всю информацию. То есть он еще недостаточно наполнен, чтобы им пользоваться. Я так понимаю, что чем больше люди будут платить, тем им все-таки интереснее добиться результата. Когда появляется уже личная заинтересованность. То есть сегодня 300, завтра 500, уже несколько лет платишь. Хотелось бы убедиться, что твой дом вообще в этой программе и увидеть результат. Поэтому давайте сейчас и поговорим, собственно, как можно с помощью управляющей компании, либо действительно объединившись, влиять на эти процессы, принимать в них участие живое непосредственно, в том числе добиваясь 100% собираемости. Я так понимаю, что 6300 домов это в программе до 43-го года. И где там наш дом, когда там мы дождемся, что нам поменяют в итоге. Мы же, наверное, можем влиять на эти процессы. То есть какая-то специальная комиссия решит, что нам надо, я не знаю, крышу поменять, а мы еще мечтали бы там, не знаю, и фасад покрасить. Ну, фонд дома попадают, есть долгосрочный план, который вы сказали, который до 43-го года на 30 лет рассчитанный. А есть какого-то срочные планы, которые принимаются ежегодно. Это когда уже что-то рвануло, что-то там... Нет, он принимается в любом случае на год. То есть это дома, которые попадают... Вот, например, в 2017 году должны быть отремонтированы дома по каким-то конкретным адресам. Значит, процедура здесь происходит, ну, упрощенно такая. Собственники на своем собрании принимают решение, что им отремонтировать, в каком виде, если, знаете, собирают деньги на фонде капитального ремонта, скажем, в котле. Принимают это решение, СМИ это утверждают и направляют это... Скажите, а много таких примеров, когда 100% собрались и что-то решили? Нет, должно быть не 100%, а 2 третих. Ну, прошу, много так сказать? Нет, вы скажите. Я вам сейчас скажу. Кстати, по некоторым муниципальным образованиям активность собственников достаточно высокая. А там, где они потом передают муниципалитет, муниципалитет, министерство финансов, ой, финансовый говорю, министерство МинжКХ, и там они уже, министерство делает сводный краткосрочный план, вот именно на год, по всем муниципалитетам, ну, и принимается постановление, и мы это постановление исполняем, ремонтируем. Там же, где собственники, ну, по каким-то, по разным причинам не собрались, кворума нет, то есть собрались, но недостаточным количеством, или вообще лень им было собираться, то за них, до определенной даты, они, если не собрались, не приняли свой протокол, за них решение принимает муниципалитет. И также эти данные направляет в МинжКХ, который тоже в домате включает сводную краткосрочную программу. То есть потом нечего ходить, возмущаться, что ремонтируют... То есть есть ли собственники на этапе, вот, я бы уже сказал, вот сейчас, когда по 615-му, вот Владимир Васильевич говорил, уже на этапе проектирования даже, ну, которые, так сказать, конструктивно могут что-то там подсказать, посмотреть и что-то добавить, да. То есть вот на этом этапе уже будут принимать участие, если таковы имеются, ну, в конкретном жилом доме. И вплоть до того, когда уже ремонт идет, не просто сдается, а идет ремонт, они должны там приходить, смотреть, наблюдать, контролировать, и вплоть до приемки дома. К ремонту кровли в доме под номером 18 по проспекту Ленина специалисты подрядной организации подошли с поразительной тщательностью. Дело, конечно, не обошлось без контроля жильцов, и только разработка и согласование проекта реконструкции заняли без малого несколько лет. Зато теперь квартиросъемщики могут не беспокоиться, они в надежных руках. Все помещения верхних этажей, если такое и случится, застрахованы от затопления. Чтобы, если вдруг возникали бы протечки, то жильцы бы уже не выставляли жалобы, а обращались уже непосредственно в страховую компанию. Подрядчик к этому отнесся очень серьезно, провел такую работу, провели страхование объекта. К организации работ отнесся тоже серьезно, и на данный момент работы ведутся качественно. Но, по словам подрядчика, холодное время года – лучший сезон для ремонта такого вида кровли. Ведь лето, может пойти дождь, и если во временном перекрытии есть бреши, ждать беды. Со снегом куда проще. Рабочие уже демонтировали старый шифер. Новая крыша будет покрыта современной металлочерепицей. Кроме этого, чердачное помещение утеплят. Материал для работы уже подняли наверх. Как и все кровли в городе, которые старые, в основном все сгнили доски, шифер все поломанный, покрошенный, потресканный. А железо ржавое и насквозь пробитое. То есть, они все протекали. Гарантия на выполненные работы – ни один, ни два года, а целых пять лет. Если за это время с крышей что-то случится, подрядчик будет обязан за свой счет ликвидировать все недочеты. Кровлю на Ленина специалисты должны завершить до 20 апреля. Впрочем, жильцы, если это будет необходимо, готовы потерпеть неудобства и дольше. Лишь бы все запланированные этапы были выполнены в соответствии с правилами и, главное, качественно. Контроль выполняет тоже организация по договору. Проводятся проверки. Эти проверки бывают плановые. В случае необходимости проводятся внеплановые проверки. Замечаний пока таких не было. В этом году фонд капитального ремонта на восстановление многоэтажек потратит более миллиарда рублей. На эти деньги различные работы проведут в 368 живых домах. На выделенные средства, где это необходимо, будут менять инженерные коммуникации, лифты, ремонтировать кровлю и фасады. А то бывает, что вот всем все, как говорится, фиолетово. Фиолетово, да. И потом... Еще русское такое, по барабану, можно сказать. Да. А когда идет приемка, начинают, надо подписывать акты, а возникают вопросы. Как от собственников, вот почему это не так, почему это не так. Ну, так и от управляющих компаний, которые, кстати, тоже... Есть управляющие компании, которые ответственные, которые, ну, в ряде муниципальных образований. Вот я непосредственно тоже и работал, выезжал, когда... Которые прямо в процессе исполнения капитального ремонта вместе... Каждый день выходят к подрядчику, который работает на объекте, что-то подсказывают, просят, давайте сделаем, доделаем. Ну, находят общий язык, и ремонт проходит действительно, ну, качественно. А есть, которые вот говорят, это ваше отношение с заказчиком, и все. А потом, когда идет приемка, они начинают говорить, здесь вот что-то не так, здесь вот доделайте. И их спрашиваешь, а где же вы были в процессе? А скажите, пожалуйста, удается внушить управляющим компаниям, либо, может быть, кто-то своим уже умом дошел до этого, чтобы синхронизировать вот текущие капитальные ремонты, ну, и, по крайней мере, если уж в доме красят фасад, то заодно и покрасить подъезд. Это, безусловно, очень хорошая идея, она, не могу сказать, что нова. И я вот считаю, что все должно идти впервые от собственников через управляющую компанию и дальше в муниципалитет. Вот Артур Рудольфович сказал идеальный вариант, что это собственники собираются. На самом деле, собственники редко собираются. Есть действительно положительные примеры. В первую очередь, они продиктованы бедственным положением дома, когда уже для всех очевидна необходимость ремонта. Там собственники и собираются, и сами ищут юридических лиц, которые арендуют и подвалы, и там, что они только не арендуют, и заставляют их платить, и обращаются в фонд капремонта и в управляющую компанию. Но это уже, что называется, аварийный случай, когда уже крыша течет, фасад разваливается, тут уже всем все понятно. Вы осторожнее, аварийные ветхие дома в программу. Я не сказал аварийные дома, я сказал аварийный случай. У нас просто иногда же были в начале нашего большого пути. А в идеальном варианте управляющие компании два раза в год должны предоставлять в муниципалитет информацию о техническом состоянии дома. На основании этой информации муниципалитет уже формирует краткосрочный план, который... То есть вы хотите сказать, что это очень подвижная программа, она все время дополняется, пересматривается, авторизируется. У школы все-таки мы вспомнили эти аварийные несчастные дома. Вот последняя весть, ее вряд ли можно назвать благой, что и фонд содействия реформирования ЖКХ может прекратить свое существование, и программа не получится, финансирование. Вообще есть опасения, что региональному оператору поручат как-то решать судьбу, но если они не аварийных, то вот ветхих домов, если нет денег их сносить, усилять. Но это не наша компетенция. А пока не ваша, тревожных звоночков нет. Да, я думаю, что вряд ли фонд капремонта будет заниматься аварийными домами, тоже тогда будет не фонд капремонта, а что-то другое. Для этого надо федеральный законодательство поменять. Что касается того, что фонд капремонта заставит ремонтировать аварийные дома, то я считаю, что это в первую очередь ответственность муниципалитета, который формирует краткосрочный план. Если они видят, что дом аварийный и включают его в краткосрочный план, то они должны понимать, что включение в краткосрочный план подразумевает ремонт этого дома на возвратной основе. То есть если они включают этот дом, то значит они должны понимать, что собственники в течение эксплуатации этого дома, а если еще точнее, то в течение региональной программы, должны вернуть эти деньги в общий котел. Поэтому нужно очень внимательно подходить к этому вопросу и не включать аварийные дома. Все-таки мы говорили, что программа до 43-го, слушайте, цифры такие 41-й, 43-й, как-то сразу же аллюзии с Великой Отечественной войной. Лучше бы 45-й. Да, 45-й вы сразу сказали, мы бы поняли, что в этой программе мы точно все останемся выигрышами, победителями. Я так понимаю, да, ты уже сказала, чем люди больше принимают участие, вникают, разбираются, платят исправно, тем больше у них желания действительно приблизить эту дату. И скажите, пожалуйста, какие есть способы, действительно, и зависит ли от активности собственников их место, так сказать, в этой программе? Собственники, конечно, могут приблизить эту дату за счет своего активного участия. То есть они могут сподвигнуть управляющую компанию. Пассивные в любом случае будут в конце? Или это зависит от технического состояния? Скажем так, при всех равных условиях пассивные окажутся в конце скорее. Потому что, когда муниципалитет формирует краткосрочный план, они ориентируются не только на то, что по какому-то дому активные собственники ходят и просят включить у нас краткосрочный план, а то у нас там караул. Муниципалитет смотрит на фактическое состояние техническое того или иного конструктивного элемента в том или ином доме. Другой разговор, что управляющая компания может в муниципалитет не предоставить информацию или предоставить информацию недостаточно достоверную. Случается, что ваше место в этом списке зависит от вашей активности и еще от сознательности управляющей компании. Вы проконтролируете, кстати. Да, то есть в первую очередь собственники, которые считают, что в их доме давно назрел капитальный ремонт, они должны отработать с управляющей компанией, чтобы управляющая компания провела обследование дома и аргументированно за собственников доказала бы муниципалитету необходимость этого капитального ремонта. Потому что просто так ходить и жаловаться это неконструктивно. Есть люди, которые даже после выполненного капитального ремонта ходят, жалуются, что он выполнен плохо. И далеко не всегда... Национальные жалобщики. Да, и далеко не всегда эти жалобы обоснованы. У нас по этим жалобам проводятся очень серьезные проверки. Выходят и прокуратура, и ГЖИ, кто только не проверяет. И даже журналистов зовут на такие проверки. Поэтому, если все эти контролирующие органы не нашли нарушений, то, я думаю, можно смело говорить, что человек жалуется необоснованно. То есть громко кричать, толкать локтями не обязательно, да? Ну, надо просто шевелиться и аргументировать, что ваш дом достоин. У вас есть примеры, да? Нет, я бы просто хотел еще добавить, что вот не просто там, чтобы управляющая компания перед муниципалитетом этот дом, так сказать, включили его. Просто вот сделали собственники свое дело, там, собрание или еще что-то. А я бы сказал, что надо проконтролировать на всех этапах это. Передали ли документы, даже вплоть до этого. Включили. Ну, есть же у вас живое время. Че ли данные подали правильно. Вы до эфира мне рассказывали, что активная жительница, по-моему, из Кандалакши. Да, вот, которая делали фасад, вот она именно своей активностью. Сколько лет, так сказать, она выиграла для своих соседей, для себя? Я не могу сказать, сколько лет. Там дом ее, ну, и так где-то в ближайшее время, но вот она просто, там действительно фасад был очень уже в таком, в плачевном состоянии, но благодаря ее активности, вот, непосредственно, она приезжала два раза в фонд сюда к нам, из Кандалакши. То есть она этот весь путь прошла, вот, то есть действительно проявила такую, ну, серьезную активность, я бы сказал, гражданскую позицию. И не только для себя, а ведь для всех собственников, которые в этом доме живут. Поэтому здесь важно еще и на всех этапах отслеживать. Я предлагаю поощрять таких людей на фасадах таких домов устанавливать памятные таблички. Этот дом капитально отремонтировал в таком году при активном участии жителя, там, жительницы, квартиры, номер такой-то. Будет приятно. Увековечить себя можно, в конце концов. Я думаю, собственники должны сами оценить активность своих соседей. Да, я согласен. Фонд капремонта таблички устанавливать не будет. А собственники, которые считают, что кто-то из их соседей проявил такую сознательность, я думаю, вполне могут на табличку скинуться. Ну, я так понимаю, что для несознательных собственников вы готовите письма счастья и претензионную работу. Вы еще год назад обещали начать активно вести, когда счета оказались маленькие. А сейчас же это все как снежный ком нарастает, тех, кто давно не раскошеливался. Да, вот у нас было порядка 60 тысяч, даже больше, лицевых счетов, по которым задолженность была. Практически все, редко какой должник не получил претензию уже. И надо сказать, что большинство собственников после получения претензии начали платить. Не все погасили сразу всю сумму долга, некоторые гасят постепенно, некоторые приходят в фонд капремонт, просят составить соглашение на полгода, что вот сейчас сразу не можем погасить, давайте сделаем соглашение на полгода. То есть есть достаточно положительный опыт. А те порядка 20 тысяч собственников, кто не отреагировал на нашу претензию. Видимо, состоит партия Справедливой России, которая на прошлых выборах всех призывала не платить. Я не думаю, что она настолько популярна, чтобы они все там состояли. Но все они получат исковые. Ну, я бы хотела пожелать, чтобы как можно меньше у вас было претензий к собственникам, которые не платят, но и у собственников как можно было меньше претензий к качеству ремонта и вообще деятельности регионального оператора. Ну, вперед к стопроцентной собираемости платежей. Спасибо большое. Приходите к нам еще, когда у вас будут новости. Будет что показать, приглашайте. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова